Всем привет! Меня зовут Роман Селиверстов и вы смотрите Real Work. Сегодня мы продолжим сводить наш эпический трек. Мне не нравится, что эти ударные находятся слева. Они достаточно низкие и лучше их панорамировать ближе к центру. Редактор субтитров А.Семкин Так, я сдвинул их чуть ближе к центру. Видите, они немного конфликтуют с самыми низкими барабанами и я хотел бы их разделить. Для этого снова воспользуюсь Кембриджем. Видите, я немного проредил их на нижней середине. Убрал 100, 200 и 400 Гц. Немного. Все в пределах двух децибел. Есть множество разговоров о частотах 100 и 200 Гц в музыке вообще и барабанах в частности. Моя позиция такова. Эти частоты вносят очень специфический и бумнящий звук в барабаны. Дают мутность. Поэтому я предпочитаю их немного убрать. А поскольку у нас бас-барабан, у нас и так низа много. Мы убираем его здесь, освобождая частоты, чтобы все вместе звучало чище и более единообразно. Мы тоже скомпрессируем его. И я хочу это сделать с помощью эмуляции Uray 1176. Сейчас посмотрим, как это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, я ничего кардинального не произвел. Стрелка отклоняется до минус 3 децибел. В начале я сильно лимитировал его, чтобы посмотреть, как это скажется на транзиентах. Соответственно, сейчас я подкручу атаку и релиз. Субтитры создал DimaTorzok Отлично! Звук уже гораздо лучше. Теперь добавляем партию Exotic Heats. Exotic Heats достаточно высокочастотный инструмент. В нем много верха и верхней середины. Я хочу сделать его чуть спокойнее и мягче. Субтитры создал DimaTorzok Видите, что я сделал? Я немного добавил верха, зато убрал на 1,5 кГц и 500 Гц. И они стали звучать чище и менее резко. Давайте чуть скомпрессируем средствами SSL. Тут я оставлю быструю атаку. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Так звучат барабаны, сделанные с помощью DimaTorzok Возможно, многие удивятся, но я мало что сделаю с ними. Немного срежу верх, очень аккуратно, чтобы сделать их не такими заметными в общем миксе. У нас уже есть полные верха Exotic Hits и низкие барабаны. У Dimage спектр довольно ровный и полный. Это как барабаны в барабанах. И поэтому я хочу оставить их некомпрессированными, чтобы они давали ощущение свободы динамического диапазона. Мы сделаем их тише и уберем вверх, чтобы они не бросались в глаза. Это нечто похожее на то, чего добиваются с рум-треками или параллельной компрессией. Незаметная мощь. Отлично! Давайте послушаем малый барабан библиотеки TrueStrike. Вот как он звучит. Я хочу его немного эквализировать. Продолжение следует... Я эквализировал малый барабан, добавив на 5,8 кГц. Немного добавил середину на 2,5 и проредил низ. Он стал ярче, звонче, и я его немного закомпрессировал. Давайте послушаем, как он изменился. Теперь слышно подструнник, и за счет своей яркости он должен лучше сидеть в миксе. Он задает марш в оркестровый тон. Давайте послушаем до и после. Музыка Теперь давайте разбираться с нашей перкуссией. Мне кажется, что во всех тарелках слишком много шипения. Они не сфокусированы и занимают большую частотную полосу. В каком-то смысле они звучат как грязь. Я не уверен, что надо их компрессировать, но уверен, что нужно эквализировать и почистить. Музыка 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 Вы слышите, что тарелки звучат ярче. Я срезал низ, и это освободило частоту для более низких инструментов, а тарелки не звучат мутно. И еще я поднял верх на 4 и 20 кГц. Я пока поднял не сильно на 2 дБ, хоть тарелки самый высокочастотный инструмент микса, я, возможно, подниму общий верх на мастер-шине, чтобы добиться кристального верха, открытого и яркого. Давайте проделаем ту же процедуру с крещендо на тарелках. Продолжение следует... У нас еще остались литавры. Ролу на литаврах. Я думаю, что поступлю с ними следующим образом. Использую компрессор Телетроникс, чтобы немного подсобрать их динамически, чтобы они лучше прослушивались в миксе. Как только я их подожму, лучше будут слышны все их части, нарастание и хвост ролла. Продолжение следует... Слышите, он стал более монолитным. Давайте послушаем кусочек всех ударных вместе и послушаем, как все это звучит сейчас. Слышите, что есть и низ, и каждый барабан слышно в отдельности. Ударные звучат упруго и мощно. Они меньше конфликтуют и стали ярче в целом. Тарелки и роллы тоже более заметны и лучше сочетаются. А мы еще внесем конечные изменения в секции ударных в самом конце сведения перед мастерингом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова